Кстати, вот это дерево, оно, наверное, да и не одно такое. Господи, как они растут! Вот, в прошлом году вообще ни разу не, если раньше иногда хотя бы поливал, ни разу не поливал. Слива вымахало дикое, ведь когда у меня был курдюм, а боже мой, как бы не обмануть, это было примерно 5 лет назад. Вот, примерно, да. Ведь участок был однолетний, ведь ты понимаешь, что такое, оказывается, вырастет нормальное дерево, как просто. Вот, даже подойду поближе, чтобы вы оценили силу роста. А не только силу роста, силу плодоношения, ведь оно же плодоносит четвертый или пятый год. Они начали-то с третьего года плодоносить, а на некоторых на трое уже плоды появлялись. Полюбуйтесь. Видели? Вот там небо, чуть выше уже небо. Вот. Слива. Когда она успела вымахать? Вот это вот, это не слива, это сказка. Когда я вас буду угощать, валидол не забудьте. Рядом положите с этим, с фильмом. Вот так. Видели? А думаете, там меньше? Все это было однолетнее. Прикурдюм, он не даст соврать, потому что, я специально подчеркивал, мы же с ним стояли возле пятимесячных деревьев, и другие гости говорили, да им три года, кто-то говорил пять лет, кто-то говорил четыре. И только мы с Курдюмом узнали, что им всего пять месяцев. И вот это вот все выросло. А уж не привитый это. Ух ты, красота-то какая. Боже мой. Вот она, Фаина моя. Это потомок Фаины. Тут она нам столько нервов попортила, Сладенкова. Мы уже запутались совсем. Вот она должна быть мельче, чем первая деревья, самая. Посмотрим. А вдруг она вернется и даже еще приобрететет. Посмотрите, уже ветки согнулись. Посмотрите, уже какие плоды. Да? Здорово. Вот. А зачем я его сюда привел? А вот. И вот этим был один год. Вот. Любуйтесь на эти чудеса. Посмотрите, какой урожай. Это не урожай. Это урожайще. Вот. Она уже ломала ее бедную. Почему? Я не вмешиваюсь в эти дела. Где тут рана страшная-то? А, вот. Это у его близнец, да? Вон, наверное, видите. Вот что тут видно. Вот так и дерево можно потерять из-за огромного урожая. Мы имеем вот такую страшную рану. Вот так вот. Но все равно я противник обрезки. И так врагов хватает у абрикосов, чтобы резать их еще. Даже дикарей не режу. Вот так вот. И вот я на секунду заскочил в питомник, чтобы показать вам. Смотрите. В прошлом году здесь было пусто. В прошлом году весной был привит и прямо был посажен в этот горшок. Вот этот вот абрикос. Видите, на нем плоды. Вот я сейчас не буду смотреть. У нее есть скромные, тут амуры. Есть роскошные. Вот плоды. Ну, судя по плодам, что-то средненькое. Амур Ферафим не в этом дело. Ему идет второй год. Видите? В прошлом году был ему год, и вот не был продан. А теперь посмотрите, что такое настоящий абрикос привитый. Я специально привел к молодежи. Почему? Я сторонник молодежи. Повторяю, 18 июня. Приросты видели? Скажите, это реально? 18 июня. Смотрите, приросты. И вот плоды, кстати, ему второй год. Подчеркиваю. Вот. Это реально? Вот так вот. Поняли? А вот. А у меня бывали прикурдюмы еще мощнее. Потому что был мой питомник. Я его чаще поливал. Здесь поливается редко. Вот. Ну, не хватает, честно говоря, сил физических. Я вам показал абрикос. Вы бы мне не поверили, что ему второй год. Вот. Если бы я вам не показал приросты, которые всего-то месяц-полтора. Вот они. Они по 7 метровые, да? Вот. Метр. Ну, тут уж точно любой специалист скажет. А что скажете? А как она успела обрасти вот этими? Вы скажете, вот это приросты? Нет. Вот отсюда начинается. Кстати, обрезку видели? Вот. С него было взято. Уже это самое черенок. Так. И вот дальше показываю. Еще раз подчеркиваю. Это получается так, что один, если он на двухлетку привит, то они вырастают еще мощнее. Вот. Вы все это должны знать, Жан. Черешнюю мы тему закончили. Потом продолжим, когда дозреет. Еще такой, смотрите. Когда я хотел один посмотреть, нет ли плодов. Вот. Нету. Ветер подымается, меня будет слышно все хуже. Ну, и если меня еще слышно, вот те самые привитые абрикосики. Посмотрите. Повторяю, 18 июня. Ну, тут они, вкрапление есть яблонь. Вкрапление груш. Вот это груш и яблоньки явно не были проданы в прошлом году. Ну, что делать? Дорогие саженцы. Предпочитают два мертвых вместо одного живого. Вот. Вот. Тлю видели? Вспомнили разговор про тлю? Ага. Почему? Черная земля. Ни одного муравья. Ну, то есть один муравей на квадратный метр. Не тысяча, а один. Ну, и что? Избавились от ли? Представляем, что здесь бы рос муравейник. Вы взяли, как это... Слов нет этих садистов, которые по центральному телевидению уничтожают муравейники живьем. Уксусом. Ой, страшно. Вспоминать даже страшно. Вот. Ну, нету муравейников. Тлю, видите? То есть у меня-то пока все наоборот. Чем больше муравейников, тем меньше тли. Ничего не могу с этим поделать. Ну, я же не слепой. Вот. Подошли. Посмотрели. Десять дней назад мы видели. Модель, что делается. Это прививки. Вы знаете, прививка пока преживесная должна хуже расти. Вот. Прививки были сделаны в апреле. Сейчас. Май. 18 июня. Вот. Они были полтора раза меньше дней здесь назад. Я уже такую съемку вел. Помните? А сейчас, знаете, когда я закончу сейчас вот эту съемку, вот, поверьте, вот это все выросло мне по поясу. Только вот это, по-моему, дикаль не привился, видимо. Вот это вот. А вот это вот такое уже почти росточка. Это 100% культурный. А это вот манжурский подвой. Ну, видно, листик в два раза меньше. И так далее. И так далее. И туда, смотрите. Ну, там еще сливы. Вот. Кстати, сливы тоже прекрасно прижились. А что они разного росточка, так это сорта такие есть разные. Венгерки, как правило, поменьше. А оренклоды, как правило, мощный рост дают. Вот. Поменьше абрикосов. Вот дают. И снова абрикосы привитые. Вон те уже привитые мне по поясу. Это культурные. Ну, в общем, поняли, к чему я клоню, да? Вон они. Второй год им всего пошел. Вот. Ну, не продали. Ну, не продали. Ну, черт с ним будет часть этого, так называемого маточного сада. Вот. Ну, не продали. Пока они не нужны. Вот. Можно быть ухода очередь. Только из всех этих сотен научных учреждений. Никакой очередь. Посмотрите. Никого. Вот так. Теперь. Вот это вот. Что-то еще бы заметить. Нет. Уже. 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 Я только покажу. Интригую. Как необычную вещь сажаю. Думаю, а что ж получится? Не знаю, что посадил. Интересно же, да? А я как часто мне удается угадать, да? Вот. Вы знаете, думаете, я знаю, какой это сорт? Понятия не имею. Пока вижу одно. Урожайность сумасшедшая. Да? Первый урожай, кстати. И сумасшедшая морозостойкость. Доживем, увидим. Вот еще один такой. Вот. Движка была утеряна. Ладно. Это так. Все. Надо заканчивать, заканчивать, заканчивать. Ой, сколько впереди вас ждет открытий. Академик. Ну, тут уж не спутаешь. Вот. Ну, вот как получилось. Вот видите. Прекрасная яблони. Расстояние между ними полтора метра. То, кого забьет. Посмотрим. И то высокоростное, и то высокоростное. Ну, что? Все. Фаина. Ага, посмотрим. А вот здесь плоды мельче. Мельче. Хотя тоже фаина. Я еще раз говорю для специалистов. Вегративные гибриды плывут. Плывут. Рядом, допустим, с этой фаиной. Вот он, академик. Рядом с академиком. Вот он, дикарь. Видели? Правда, он будет гибридный. Они друг у друга чего-нибудь допереняли. Вот в таких садах-то и происходят чудеса. Запомните напоследок. Хотя эта тема отдельно. Смешанный сад. Это поле чудес. И не поле чудес, как у бюратины в стране дураков. Да, нас считают дураками. Если бы вы видели, какие отзывы обо мне. То есть, дурак натуральный. Вот. Ну, садится подряд. Ну, с ума сошел. Ну, никакого почтения к науке. Вот. И вот такой вот получает. Ежевика. Второй урожай жду. Попробуйте его. Где-нибудь тут ежевику найдите у кого-нибудь. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok